ну поздравляю знать крипто зима прошла все эти люди которые утверждают о том что bitcoin это там скам пирамида и все такое прочее конечно они не правы горчак горчаков если говорит о том что это все умрет ну как мы видим что до сих пор это все еще живо по поводу крипто зимы до крипто зима уже прошла более того даже уже крипто весна заканчивается уже начинается вполне крипто лето понятно что сейчас вот этот рост который произошел там буквально 3000 до 8 там тысяч с лишним это все искусственно он вполне может до 10 вырасти и после чего прям ждем коррекции вот коррекция может быть до 6 может быть до 4 и вот на коррекции прям на мой взгляд надо закупаться после коррекции дальше только вверх то есть уже сейчас даже если закупаться все равно через год цена будет больше чем есть сейчас в целом я ожидаю там рост на ближайшие три года то есть принципе повторение уже уже четвертый раз это происходит психологии людей остается в общем прежней проникновение там биткоина до сих пор еще довольно маленькая поэтому потенциал большой я думаю что будет еще пару волн где-то там в течение там в десяти лет на после чего скорее всего вы выровниться на какое-то плато ну сколько это будет там 50 тысяч долларов 100 тысяч долларов пока непонятно но понятно что это будет пока только расти я хочу еще добавить вот тем людям которые не верят и но это собственно естественно а люди не верят те кто наверное очень глубоко понимают как это работает и как работает сама технология потому что а вот скажем мой путь к пониманию и евангелизма блокчейна он был через понимание самой технологии и стало понятно что это реально вот в данный момент это реально работающая безопасная технология которая позволяет передавать экономические или вернее цифровые ценности друг другу хранить информацию безопасно и сейчас мы не берем все что вокруг блокчейнов это именно биржи там и шлюзы которые атакуются но сам блокчейн пока не вскрыт ни один этого не не произошло это первое второе что я хотел бы сказать вот смотрите по моему мнению образно вот скажем тоже bitcoin это некая корпорация в которой работают майнеры и это корпорация до майнеры получает свой экономический эффект от этого да то есть они зарабатывают bitcoin и bitcoin это живая валюта которая позволяет осуществлять у нее четкая функция есть которая выполняется этот раз граничные платежи да я буду я буду выслеживать хорошо хорошо говорит что вы на акции маленькая у биткоина и что комьюнити не может договориться и то что будут квантовые промышленные компьютеры четыре года нет это абсолютно не смущает ну что у меня есть ответ на каждый вопрос но я сейчас просто договорю что я хотел сказать а именно сейчас например очень интенсивно bitcoin используются в серой зоне а именно трансграничные платежи если мы говорим о данных рост финмониторинга который говорит что многие платежи осуществляются в биткоинах то есть товары наши приходят биткоином расплачиваются и соответственно биткоин имеет ценность когда мне говорят что биткоин не имеет ценность что это некая такая запись простая зашифрованная и с цифровыми подписями там да то это совершенно не так теперь что касается ваших вопросов насчет того что в биткоину квантовый компьютер убьет да эти вопросы постоянно фигурируют но я но тоже опять же нужно понимать ответ на этот вопрос который дает наш квантовый центр который очень один из самых мощных в мире ответ следующий во-первых биткоине присутствует ведь технологии шифрования одна из них из и че 256 она мы знаем 2002 году создана агентство национальной безопасности соединенных штатов отсюда конспирология у многих возникает но самом деле они просто выложили эту технологию и она используется так вот эти секьюр хэш алгоритм то есть хэширование который не только в блокчейне используется но она не будет никоим образом квантовым компьютером нарушена и это уже все прекрасно понимают потому что там такие алгоритмы которые не позволяют это сделать что будет нарушена будет будет нарушена 2 система шифрования асимметричная система шифрования это то что мы говорим о том что вот существует два вида кошелька которые взаимосвязаны это публичный и приватный и когда мы даем данные приватного вернее публичного ключа для перевода денег то человек сразу понимает что это благодаря цифровым подписям что это взаимосвязано можно долго рассказывать как это работает но да действительно эта технология она будет нарушена то есть будут вскрыты компьютеры но как мне говорили на конференции по кибербезопасности на каждую ракету есть свое пво на каждой пво есть своя ракета так и здесь уже есть квантовое шифрование которое обеспечит поймите если есть потребность у людей а что такой bitcoin bitcoin это договоренность мы с вами могли бы также договориться продавать жемчуг и считать это деньгами и раньше так и было почему bitcoin возник много можно рассуждать я считаю что он возник в ответ на неправомерные или неправильные фальшивые лицемерные действия финансовой системы в частности мы говорим о том что банки надувают отчетность о том что они говорят неправду и люди а именно те кто создавал bitcoin сатоши накамото кто бы там за ним не был потому что это инкомнито пока что до конца не раскрыт и это кстати очень хорошо для децентрализации так вот эти люди создали пробивную технологию даже если 2000 там три тридцать шестом году закончится эмиссия биткоина уже этот процесс не остановить это альтернатива фиатным валютам альтернатива вот этому высокомерию государств которые позволяют людям решать проблемы с передачей цифровых ценностей экономических ценностей я сегодня скептик вот такой вопрос отлично это лучшая позиция а что же мы с вами работаем разведки но постоянно меняем шифры а что же алгоритмами биткоина не менять одного года концерт на каждую ракету есть против ракеты но потому что это такой уровня уровень шифрования который не позволяет сейчас никакой мере решить эту проблему вот если мы говорим о 7 асимметричной системы шифрования то пока только имея квантовые компьютеры пока не созданы в таком виде которого могли бы вскрыть этом все но кстати квантовый компьютер не только блокчейн вскроет они вскроют все системы которые существуют в банках наших поэтому ничего там руки потирать и говорить радостно об этом банки тоже будут проблему от этого иметь нужно создать такую систему чтобы защитить банковский транзакций дать рисовал вот вы для стык был чей да а у вас есть но у комикс но у комикс вот человек если захочет может рассказать про свою свою я сам как я сам и разработчики инвестор ну вот мы сделали вот эту штуку и ну да а и здесь используем по сути копию waves это proof of stake система там модифицированы название мир то есть назвали криптовалюта мир вот да у меня есть криптовалюта была у меня когда-то было там 16 биткоинов в свое время и когда он слишком быстро рос от 16 тысяч рублей там до 60 тысяч рублей я решил что слишком быстро растет и надо продать это время практически все продал а вот но сейчас я смотрю больше на реальный сектор на самом деле вот как неудивительно да то есть я являюсь крипто энтузиастом и крипто то есть я за блокчейн там за крипту я смотрю на реальный сектор почему значит есть очень много разработчиков сейчас которые говорят там блокчейн убьет то блокчейн убьет это действительно автоматизация происходит но самое интересное что экономика до экономические там товары и услуги они никуда не деваются и никуда не денутся это надо четко понимать значит в те сферы производственных и бизнес взаимоотношений просто-напросто встраиваются новые автоматизированные системы видео от блокчейн который позволяет высвободить там лишних людей так сказать лишние профессии в том числе в банковской сфере ну банки это сейчас структуры там довольно централизованные которые в итоге по пирамидке там восходит к государственной там централизованной власти это будет меняться это точно и на мой взгляд вот сейчас создание там цифровых платформ до сейчас во многом это преподносится как централизованный оператор который регулирует который в нужный момент выключить рубильник вам и так далее то есть своим бизнесом вы не владеете это будет меняться на смену централизованным платформам придут децентрализованные построенные на блокчейне то есть других технологий децентрализованных экономически устойчивых кроме блокчейн технологий пока не существует но блокчейн я имею виду именно proof of work и proof of stake системы есть еще алгоритмы там длт с бфт алгоритмами то есть distributed ledger назвать их блокчейнами так условно можно то есть там сохраняется децентрализация но там отсутствует экономический мотиватор экономический мотиватор это необходимая важная вещь для существования системы чтобы было интересно в нее включаться новым игрокам значит по поводу разных видов деятельности то есть сейчас идет речь о автоматизации там ну порядка 20-30 отраслевых крупных платформ и порядка тысячи платформ по разным видам деятельности это скажите как раз покрыть зиму вы сталкивались со скамом когда люди как определить можете дублировать можно не слышно как определить скам это и низко и сами вы на это не поскользнулись значит по поводу проектов которые ну там ненадежные то есть которые не там ниш могли там выполнить своих обещаний с этим я сталкивался много я отслеживаю разные многие проекты сам участвовал но в смысле вкладывал сюда в проекты в некоторых я некоторые проекты даже инициировал со своей там стороны сейчас наверно не буду называть что вот и в итоге получалось не всегда так хотелось бы на самом деле то есть люди как показывает практика во все времена и сейчас тоже не исключение они довольно алчные и до того как человек получил деньги и после того как человек получил деньги это два разных человека значит психологию выкинуть нельзя значит всегда действует психология скам это не исполнение своих обещаний по причинам которые связаны вот с этим человеком который давал обещание есть огромное количество причин которые но объективно там не получилось вот в бизнесе это происходит постоянно там 90 процентов но не получилось дальше надо смотреть почему то есть есть очень часто когда рынок ушел не туда клиенты то есть переключились на другое что-то там технологии поменялись регулятор пришел то есть есть внешние причины на которые мы не можем влиять и вот ну как бы не по бизнес не пошел это нормально и ничего такого там нету есть откровенное мошенничество вот скам это мошенничество она присутствует я сам потерял тоже там энное количество денег но что сделаешь это риски ну то есть я конечно не доволен но это мои риски но обычно венчинные места как поступают здесь проектов вкладывается один потом отбивается за счет иксов все остальное по-разному бывает иногда вкладываешься в 10 проектов и все 10 прогорают а иногда все 10 выстреливают здесь для того чтобы понимать какие проекты в какие стоит вкладываться в какие не стоит надо очень хорошо понимать экономические процессы надо понимать психологию людей и в этом опыт инвестирования и в этом и очень желательно чтобы был опыт работы с той технологии в которой вы рассматриваете если вы инвестируете там в газ нефтегаз поймите как построен там рынке да то есть куда перетекают деньги вот ну как мовчан там рассказывает очень хорошо да то есть где будет потребление где там замена нефти где нет возможности заменить в общем так или иначе на вот экономических уровнях то же самое и с блокчейном там с криптовалютами то есть есть сейчас хайп этот хайп он будет расти но это тоже закончится это придет в какую-то так же как интернет да то есть будем доткомов он прошел после этого был спад и после этого пошел планомерный рост когда так или иначе все там все бизнеса перешли в интернет вот точно так же хайп пройдет это займет там несколько циклов я думаю да там уже принципе там это длится лет шесть примерно в активной фазе но еще там лет пять наверно будет после этого скорее всего наступит такое нормальное разочарование то есть не локальное там на один год а нормальное там лет на пять и после этого bitcoin 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 как основа и блокчейн в целом как технологии начнет применяться в во многих сферах жизни людей сейчас я вот как раз хочу добавить и ответить на ваш вопрос о масштабируемости значит да действительно bitcoin а он занимает сейчас 50 процентов капитализации рынка криптовалют но он главный и конечно же когда происходит его росту альткоины тоже за ним как-то растут падают там за редким исключением некоторые там сопротивляются но я хочу сказать что ну и поэтому мы в основном говорим о биткоине ну еще конечно говорим о эфириуме как том проекте в котором был созданный смарт-контракт и это очень важное такое направление но вот если говорить о биткоине возникает такой образ большой и такой немножко неповоротливой медленной телеги которая все-таки везет из пункта а пункт б до масштабируемость маленькая там высокие высокая стоимость транзакции особенно на хайпе но мы это же наблюдали в интернете когда 90-е годы не чтобы передать картинку в интернете это нужно было несколько часов а может быть даже и суток первые там картинки передавались но только с появлением протокола tcp ip и браузера все это ускорилось так и здесь мы ждем технологии и над ними сейчас многие работают которые позволят масштабировать уже есть как бы эксперименты ну как как бы вот например иос возьмем очень многие там в этот проект верили вкладывались но я думаю с ярославом у нас такое отношение все-таки получилось не децентрализованно а получилось очень сильно централизованно что что не является как бы показателем таким но вот они довольно высокий уровень кому более 10 тысяч транзакций в секунду если мы говорим о биткоине это 7 транзакций в секунду но в биткоине появляется и интенсивно растет сеть light lightning network которая позволяет технологически вот убрать вот эти напряженность биткоине ну как бы по простому рассказать это если я передаю вам деньги мы как бы с вами отходим в сторонку выходим из биткоина да и между собой осуществляем транзакции а в bitcoin только записываем результат это позволит снять нагрузку и и то есть к чему я мой месседж к чему к тому что идет постоянная работа исследования и поиски вот того самого tcp и пи и браузера который решил интернет то же самое для блокчейна он будет точно найден еще я просто вот под впечатлением там было в ранг хикси там выступают люди такие серьезные академическими образованиями говорят о том что но это вопрос времени что биткоин там будет атакован и будет вскрыт мне хочется их им попросить их попросить почитать все-таки понять эту технологию мы говорим о чем мы говорим о том что информация распределяется на десятки тысяч нот то есть на десятки тысяч биткоинов и нету центра нету сервера и нету главного никого кому бы мы пришли либо атаковали этот сервер либо пришли с паяльником который бы нам все всю эту систему разрушил то есть каждая нода является в один момент сервером другой момент клиента мы знаем пиры до пир ту пир по торрентом поэтому это чистая математика ребят хочется мне ответить нужно чтобы из десяти тысяч более половины согласились стать мошенниками тогда все изменится подать транзакцию можно увести а вот в обычном банковском секторе какие бы вы бы как они делали какие бы вы не делали защиту 1 триллион потерь от кибер угроз эта цифра остается и эта цифра существует каждый год растет потому что все вот эти вещи скрываются а в сибилы это очень известная атака которую никто не мог решить то что распределенные реестры существовали до того с гораздо раньше за 40 лет вот атака сибилы это когда вы захватываете айпи адреса люди думают что это другой человек а на самом деле это вы и вы управляете несколькими нодами например так вот когда у вас 10000 нод вот эти атаки они становятся просто бессмысленными понимаете то есть самые мощные угрозы которые есть они становятся бессмысленными поэтому еще раз повторю для чего нужен блокчейн блокчейн нужен в 90 процентов он не нужен он нужен для того чтобы создать доверительную среду доверие в недоверительной среде вернее так чтобы минимизировать транзакционные издержки и обеспечить безопасность транзакций вот три вещи у нас такая инвестор самый лучший инвестор женщина в россии смешинка у нее сын умер а до этого он купил биткоин очень полезал потом она искала кашек записи кашкинка не нашла и все и там процентов 10 уже потерянных паролей я не об этом говорю о том что по некоторым данным процентов 75 битков садоточено в каких-то руках таких да и наверное не говорите что умные люди не пытаются к этим жирком найти доступ ну пожалуйста конечно я более того хочу сказать что умные люди сбившись в очень серьезные стайки которые называются там разными группировка там не знаю анонимус или или другие какие-то вещи они конечно же пытаются я думаю сама система ощущает на себе все эти атаки но она не вскрыта я думаю если эту систему разрушить то поставят золотой памятник очень такой высокий потому что это чистая математика вы не можете вам чтобы вскрыть нужно либо договориться это называется атака 51 процента с десятью тысячи нот которые псевдонимные и разбросаны по всему миру теоретически это возможно но это становится очень дорогой задачей которая не оправдывается ничем это может стоить очень дорого я хочу прокомментировать на самом деле вот здесь часто спутывают между собой собственно майнинг как обеспечение работы сети и владения то есть доли владения действительно bitcoin можно рассматривать как корпорацию в этой корпорации там 21 миллион акций которые распределяются таким децентрализованным методом очень интересно ну и рано или поздно закончится и будет распределено там все сто процентов когда потеряны какие-то кошельки или деньги сосредоточены в каких-то там других кошельках это ну в общем видно да действительно это так курсом манипулируют манипулируют принципе как хотят это тоже видно все делается опять же на психологию людей для того чтобы как можно больше простых людей которые не разбираются дело в том что довольно большое количество денег сосредоточены в руках там отдельных лиц вот существует там теория заговоры о том что там всего там ну порядка пять там крупных игроков которые на самом деле это бирже те деньги которые люди приносят на бирже значит бирже аккумулирует у себя есть отдельные люди да ну условный сатоши накамото который скорее всего эти ключи потеряны то ему движение по этим кошелькам давно уже нет есть еще там первые которые были в самом начале они владеют крупными капиталами дело в чем когда мы говорим про безопасность сети это майнинг и майнеры обеспечивают безопасность неважно у кого находятся деньги даже если они эти деньги сосредоточены все в одних руках сеть сама безопасно то что курсом манипулируют да вообще из того что я сейчас вижу значит нерегулируемый рынок и на нерегулируемый рынок приходят сначала мелкие спекулянты значит которые начинают ну там проводить этим честные нечестные игры а потом приходят крупные вот уже пришли крупные крупные киты могут вообще говоря выкупить всю эту крипту а вот и сейчас то что вот я наблюдаю манипулируют как хотят значит это видно по каким значит объемы очень маленькие курс растет прям неимоверно вот за счет чего вот причем там даже видно где с каких кошельков деньги уходят и это кошельки опять же там крупных вот этих ну там бинанс там тектор вот когда тетр я все ждал пока он соска мится но нет значит он не скамится и я думаю что это будет продолжаться наверное еще долго ну так же как с долларом да вот то есть печатать можно бесконечно долго до тех пор пока люди вот в этом плане bitcoin как ценность я думаю вот будет манипулируем но в целом все равно будет сохраняться рост потому что вовлечение людей сейчас в этот большой хайп он очень пока сильно незначительно гораздо меньше 1 процента вот когда будет уже там окучено там процентов 30 вот тогда можно будет его уже там скину но самое интересное сам bitcoin никуда не пропадет сеть будет продолжать работать надежность сети высокая даже с появлением квантовых компьютеров всегда есть возможность очень быстро перейти на другие протоколы на другую там консенсус надстройки которые делаются они позволяют масштабироваться там по их практически до безграничности надстройки над bitcoin над лайтнингом позволяют делать смарт-контракты как неудивительно который между участниками если мы берем там вторую вот эфир эфир масштабируется сейчас тоже сильно то есть технологии которые с большой долей вероятности будут приняты там в этом и в следующем году они позволят масштабировать его безгранично то есть можно будет запускать смарт-контракты между различными участниками без ограничения на скорость и без ограничения на количество транзакций вот это уже есть а вот курс какой будет это большой вопрос здесь мы можем только предполагать вот и здесь я снова возвращаясь к реальным к реальному сектору потому что биткоин он выполняет в одну функцию это передача ценности он заменяет хавалу делает это более эффективно а вот золото цифровое золото да значит а когда мы говорим про другие виды деятельности вот здесь еще не паханая поле то есть про это очень мало кто говорит и вот на мой взгляд имеет рассматривать именно реальный сектор именно автоматизацию именно создание цифровых платформ на децентрализованных вот принципах на блокчейнах какой именно блокчейн брать значит в биткоинах также в биткоине также есть возможность там выпуска там цветных коинов этом ну токенов есть эфир да там герца 20 но другие значит протоколы которые позволяют нам создавать токены ну то есть ценности есть в есть там другие мир есть есть на наш мир до который мы тоже делаем и пропагандируем это дело на мой взгляд из пруфу форк систем постепенно будут пруфу стейк переходить есть лизинг пруфу стейк делегей этот пруфу стейк другие пруфу стейки на мой взгляд будут сохраняться чистые пруфу стейки потому что всегда делегей этот лизинг и прочие они приводят к централизации как показывает практика то есть это уже не первый раз происходит централизация это неплохо просто надежность падает когда мы говорим допустим про предприятия которые взаимодействуют между собой они друг друга знают то есть в принципе там 5-10 там 15 предприятий они друг друга знают и договариваясь между собой они создают эту децентрализованную сеть для себя иногда называют там приватными блокчейнами я называю это все-таки леджеры то есть распределенные реестры и в законодательстве это тоже называется распределенным реестрами это правильно я думаю что надо смотреть в эту сторону тоже и инвестировать не только в биткоин не только в эфир инвестировать прежде всего в автоматизацию своих бизнесов вот давайте вы ездите наш анонс что вы открываете какой-то клуб критоклуб да значит хотим рассказать о том что у нас будет первое мероприятие собственно вот в эту среду предстоящего 5 июня 2019 года мы проводим совместно с григорием первую встречу бесплатно последующие как мы предполагаем значит будут уже на платной основе для членов клуба вот на первый в там ступительный там можно сказать лекции этом мероприятие мы бы хотели рассказать про цифровую трансформацию вот и наш клуб будет также на нацелен направлен на цифровую трансформацию все что с этим связано естественно там технологии блокчейн и криптовалюты выкинуть отсюда но никак нельзя потому что это одна из самых важнейших вещей понятно что мы говорим про искусственный интеллект про интернет вещей да там там про робототехнику про вот эти все там технологии но ключевым является именно блокчейн потому что это права собственности это более того даже это уже даже с отчасти суверенитет то есть это возникает вопрос кто именно владеет да там той или иной системой кто именно владеет бизнесом и когда вы создаете системы где рубильник находится в ваших руках они в руках там третьих лиц ну тогда это ваш бизнес это к вопросу к существующей банковской системе когда с блокировками счетов собственно про это нацеленность рассказывать и рассказывать как в бизнесе это применять и в какие проекты инвестировать мы будем разбирать проекты перспективные проекты именно с технической точки зрения именно залазя в глубину но смотря на их перспективность именно конечно про востребованность на рынке как известно если это востребован на рынке это будет расти так или иначе хайповые все вещи о том что типа покупайте нашу криптовалюту и так далее я маленько против этого то есть это все проходящее на этом можно зарабатывать на этом люди зарабатывают но это короткие истории я хочу играть в длинную а это именно производственный сектор и бизнес да я хочу добавить еще что важнейшие составляющие которые мы планируем с ярославом открывая наш клуб это конечно же образовательная составляющая с чем мы сталкиваемся постоянно это с глубинным непониманием технологии люди воспринимают слово bitcoin для них это криптовалюта и даже не просто криптовалюта ммм ну то есть обман давайте будем изучать это потому что на самом деле bitcoin в первую очередь это блокчейн это технология во вторую очередь этот протокол взаимодействия и только в третью криптовалюта которая является частью блокчейна очень важной частью которая позволяет существовать как мотиватору этой сети блокчейн а уж дальше идет вот этот хвостик который называется там игра на криптовалюте на росте и нападение и так далее так далее которые люди воспринимают как основу биткоина знаем мы ваш биткоин это обман это вот попытка на наши деньги выводить вот мы хотим свой вклад внести чтобы мы евангелисты было этой технологии чтобы людям рассказать реально рассказать что дает этих ну какая она вообще как она работает что такую консенсус вот proof of work proof of state доказательства работы и доказательства долей как это работает как пиры пир тупир работает равный к равному и так далее то есть по моему пониманию я думаю ярослав меня поддержит что нужно людям разобраться в основах в эти этой технологии чтобы понять вот тогда можно принимать решение делать высказывания да я знаю многих кто разобравшихся которые все равно не поддерживают они говорят что есть другие решения для скажем для того чтобы безопасно хранить данные там передавать эти данные но в любом случае когда начинаешь говорить пояснять многие ситуации которые возникают скажем у меня были встречи где собрались айти директора это самые топы директоров московских крупных предприятий и мы в такой в курилке общались и когда ему аргументированно рассказываешь приводишь примеры они во многом соглашаются что да действительно и к тому же мы не говорим что эта технология нужна везде и всюду наоборот мы говорим что есть определенные критерии использования этой технологии он нами эти критерии выработаны и мы готовы делиться мы готовы людей обучать рассказывать мы готовы смотреть их проекты выбирать лучшие мы не готовы поддерживать мошенников скамеров мы будем с этим бороться мы знаем как определить какими методами определить скам но я думаю это экспертиза она позволит людям честному которые хотят реально создать проекты и инвесторам объединиться в нашем клубе и найти друг друга приходите пожалуйста 5 июня 1830 будем вас ждать я хотел еще сказать по поводу для чего нам это нужно не понятно мы все хотим заработать для так или иначе и понятно что для этого нужно и инвестировать для этого разработка нужно и так далее но есть еще такая вещь значит идеологическая биткоин когда он родился он же не просто так это криптоанархизм и все такое дело в том что существующая система финансовая система экономическая система она довольно сильно централизована и меньше одного процента людей владеют там больше чем 90 процентов ресурсами собственно по разным сведениям справедливо это или нет это вопрос здесь на мой взгляд там отчасти технология которая позволяет поменять эту систему дает возможность сделать более оптимальные процессы сейчас идут очень многие эксперименты есть направление криптоэкономики где рассматриваются как раз там разные учения там наших экономистов и мы сейчас видим то что происходят изменения они довольно значительные которые могут приводить к громкое слово революции да ну к изменениям изменения в целом по планете земля да то есть когда там гео взаимодействие между крупными субъектами рынка уже становится не не такими и теперь весь вопрос а где россия в этом всем вот на мой взгляд если мы говорим про применение вот этих новых технологий то у россии у там советского союза есть шансы на то чтобы стать там номером один если действовать старыми методами сидеть на нефти я таких шансов не вижу собственно вот я рад и спаси большое спасибо я просто хотел сказать о том что на блокчейн на рынке блокчейн проектов сейчас ситуация чем-то похоже на то что было с интернетом 90-е годы то есть когда существует технология но какие-то решения которые масштабируют и делают технологию лучше пока нет над ней сейчас работает поэтому я вспомнил клуб криптоэкономики которые создают гершуни и степан гершуни и многие кто с ним которые исследуют которые ищут новые решения кстати мы тоже мы тоже этим занимаемся та история с интернетом закончилась созданием протокола tcp ip и браузера и после этого интернет полетел и он стал вообще признанным и вообще используем также с блокчейном есть пока что не очень большая прослойка людей которые глубоко знают технологию которые в ней разобрались очень удивительно там вот я был адвайзером некоторых проектов ребята которые делают проект они не знают что такое блокчейн для них молчен это слово которое нужно для того чтобы бабки пригнать себя побольше поэтому мы с ярославом являемся евангелистами мы пытаемся часто очень бесплатно читать лекции рассказывать что же такое блокчейн это не только криптовалюта хотя криптовалюта bitcoin там например она играет громадную роль в этой сложной довольно технологии состоящие из таких субтехнологий одной из которых является вот экономический мотиватор криптовалюта и модификации разные блокчейна поэтому вот например я там вижу свою стезю в том чтобы заниматься образованием потому что сейчас нужно создавать вот этот рынок людей которые разбираются которые понимают а слушать докторов наук которые говорят о том что это ммм да и поэтому это все умрет и мы все тоже умрем мне как-то не интересно мне эти люди сразу напоминают бабушек которые сидят возле лавочки хотя у них академические большие образования ну я думаю они просто слушают прессу слушают сми слушают это пространство которое создается вокруг блокчейна блокчейн там многим переходит дорогу на самом деле а вот такой вопрос я вчера смотрел на бирже эксона будет одно размещение интересно 4 числа смотрел white paper и там написано что что риски через 10 лет 95 процентов криптовалюты может умереть то есть это всегда было есть и будет то есть при развитии новых технологий очень много попыток делать ну как в любых стартапах есть гипотезы которые проверяются большинство из этих гипотез не подтверждается я постоянно слышу о том что там весь мир изменится там мы все будем там кушать через блокчейн еще чего-нибудь да это не будет конечно то есть обычные экономические процессы то есть когда смотрим все-таки вглубь то там видно что есть экономика экономические процессы они никуда не денутся есть автоматизация есть автоматизация которая в каких-то местах приводит к вытеснению лишних ненужных там профессий да ну например юристы да юристы они составляют документы это можно сильно автоматизировать бухгалтеры бухгалтерии очень сильно можно автоматизировать вы высвободите практически там 99 процентов бухгалтеров нотариусы во многом кроме случаев когда надо удостоверять дееспособность для человека но на то там врачи и удаленные могут быть то есть автоматизация по очень многим вещам но самое главное вообще по блокчейну это по передаче прав собственности то есть это и торговля это и акции там облигации долговые обязательства всевозможные сейчас огромная индустрия до финансового сектора почему банки они как бы суетятся да по поводу блокчейна и там центробанк против там ну никак государства против потому что и государство автоматизируется и центробанк автоматизируется и банковская деятельность во многом автоматизируется ну кроме деятельности с населением так или иначе потому что услуги все равно кто-то должен предоставлять так вот самая верхушка сейчас же блокчейн это даже не Не про столько инвестиций, это про изменение прав собственности. Когда у нас есть большая машина, не сильно эффективная, которая руководит работниками, так сказать, работники все это делают и кормят всю эту большую машину, эту машину можно сильно автоматизировать. Мне нравится, Саша Иванов выступал и говорил о том, что в налоговых делах можно автоматизировать за каждую транзакцию и брать налоги автоматически. То есть не надо квартальные отчеты, ежегодные отчеты, а сразу в режиме реального времени. Насколько мне известно, сборы налоговые, затраты по сборам налогов составляют до 50% от самих этих налогов. То есть это огромные затраты, плюс вот там допустим пенсионный фонд сейчас реформировали, то же самое. То есть на самом деле очень много людей задействовано в этой сфере, которые вообще непонятно чем занимаются на самом деле, потому что это все можно сильно автоматизировать. Я прекрасно понимаю, почему не делается автоматизация, потому что там нету цели делать автоматизацию. Там есть цель сделать непрозрачную систему, а как известно в непрозрачной воде можно ловить трюк. Так вот, когда мы делаем систему прозрачную, то от этого выигрывает и верхушка власти, и люди в целом. Но на самом деле, да, проигрывают те, кто сейчас в мутной воде могут ловить трюк. То есть вашу чудо-коробку, которая может запитать от 5 вольт до 1,5 ампера, придут крушить злые рабочие, которых вы лишили работы. Ткацких станков, да? Это чудо-коробочку. Ну, сейчас про нее расскажу, а по поводу рабочих, то есть лудисты были всегда, но во все времена люди, они не исчезают. Вот, они просто переходят из одной профессии в другую профессию. Профессии вымирают постоянно, то есть очень много ненужных становится, ну там, не знаю, сто лет назад массово из крестьянского, да, там, переходили в рабочие. Потому что, ну, не нужно столько крестьян, да, как бы их хватает, плюс там автоматизация, трактора и прочее. Сейчас то же самое. То есть не нужно рабочих там у станка держать. Сейчас станки, наоборот, уже там делают там в тысячу раз больше, чем рабочие. Сейчас нужны мозги. То есть людей там всячески заставляют переучиваться, там, не знаю, там, бесплатные всякие курсы, семинары, там, все есть, там, курсера. Берите, учитесь. То есть нужны мозги. Вот, людям придется переучиться. Это вот, ну, как бы по-любому. По поводу кубика, то, что вот мы сделали. Это больше там для маркетинга, наверное. То есть это на самом деле компьютер, здесь даже два компьютера расположены, это называется одноплатное вычислительное устройство, на котором установлена нода, узел. То есть это, по сути, часть блокчейн-сети. Ну, понятно, там, когда... Узел в сети, да. Да, узел в сети. Основная суть в том, чтобы держать ее у себя. То есть не просто где-то там в облаках установил, там, неизвестно, кто эти владеет, а когда вот оно лежит у тебя там на столе или где-нибудь там закрыто, условно, в сейфе или замуровано в стену, как мы недавно говорили, чтобы никто не нашел. Но оно, там, ты знаешь, что твои документы сохранены именно здесь. Вот. Это про надежность, это про безопасность. Далее зашифровано. То есть есть элемент анонимности. То есть по документу оборота про взаимодействие между бизнесами необходима анонимность и шифрование. Это касается и денег, и активов, и документов. Собственно, вот этим мы и занимаемся.